Год назад у русских и немцев появился еще один совместный повод для гордости. Питерский режиссер Дарья Белова, которая учится и живет в Берлине, получила приз Каннского кинофестиваля за лучшую короткометражку. Сегодня показ ее новой работы. Она стала частью грандиозного проекта «Лаборатория». 30 русскоговорящих художников из разных стран мира собрались в Берлине для создания совместных арт-проектов. Одни исполняли на стаканах с водой классическую музыку, другие пробовали себя в новых амплуа, поэт становился акробатом, фотограф, скрипачом. Только вот что же является главной целью лаборатории, могли объяснить далеко не все ее участники. И вот режиссер Дарья Белова, участник нашей программы. Даша, здравствуйте. Здравствуйте. Мы тщетно пытались выяснить у организаторов и у участников этого перформанса, что же здесь происходит. Несколько слов о том, что вы сделали для того процесса, который мы сейчас будем наблюдать. Ага. Ну, что это такое в целом? В целом, это лаборатория, которую делает Андрей Попов, которую он делал уже 5 лет в России. И сейчас первый раз она выехала за границу. И суть этой лаборатории в том, что приезжают в данный момент люди из Берлина и из России, из разных городов. И это и режиссеры, и танцоры, и актеры, музыканты. Кто еще? Театральные работники, которые делают декорации, художники. То есть это такой большой коллектив, сейчас там было около 25 человек. А вы-то как в нем оказались? Я в нем оказался, что меня пригласили. Собственно, вот Аня Саре, которая организовывает это с берлинской стороны. Она пригласила, мы с Андреем, Андрей рассказал общий концепт этого мероприятия, что мы все выезжаем в замок и там работаем. Мне показалось это довольно интересным, потому что я такого раньше никогда не делала. И это, в принципе, полностью противоположный процесс тому, как обычно вы делаете кино или делаете проекты. Нет, ну вообще творческим людям свойственно начинать процесс, не предполагая даже, чем он закончится в итоге. То есть начинают один фильм, а на выходе получается другой. В данном случае произошло то же самое? Нет, обычно как раз наоборот, вы начинаете, вы пишете сценарий, вы знаете, что у вас приблизительно будет. А выходе-то другое. Ну, что-то меняется, на самом деле, чем профессиональнее вы режиссер, тем больше у вас получается то, что вы задумывали. Если вы хотите совсем другое, значит, вы не очень профессиональный режиссер. А здесь полностью наоборот, вы приезжаете, вы не знаете, с кем вы будете сегодня снимать, вы не знаете, кто там будет, вы не знаете, что будет происходить, вы не знаете место. Мало того, мы еще переезжали с одного на другое, поэтому тоже мы не знали, как выглядит другое место. То есть вы не знаете ничего. Вы каждый день выходите и думаете, что мы будем сегодня снимать, с кем мы будем сегодня снимать. И как-то там, по-моему, нет ассистентов, нету продюсеров, да, вы все делаете сами. И очень мало оборудования по свету. Ну и то, что получилось. Вы уже можете сказать, что получилось? Слушайте, мы изначально не ставили себе задачи делать какой-то фильм. Это лаборатория, где вы скорее пробуете или тестируете, экспериментируете какие-то вещи. Нам было интересно поработать со светом определенным, на грани темноты и света, с определенным шумом. Скорее, это такие тесты, это эксперименты просто. Нет, ну у каждого эксперимента. Конечно, эксперимент не бывает безрезультатным вообще, но иногда результаты положительные, иногда отрицательные в данном случае. Результаты, скорее, это поиск. Понимаете, вы на самом деле, первым, чем делать фильм, вы обычно тоже делаете эти поиски. Просто часто вы их делаете сами где-то с оператором, а здесь вот мы могли это делать вместе. Правильно мой интерес. То есть результат какой-то получился, но это нельзя назвать фильмом каким-то, да? Вы уже человек, который получили приз Каннского фестиваля, да? И поэтому все, что... Ровно ведь год прошел с тех пор, когда ваша работа получила там приз жюри. Что произошло за этот год? Как он для вас прошел? Очень много всего прошло. Нет, очень много всего. Я сейчас буду запускать большой проект во Франции, я дописываю сценарий, вот у меня подписание контракта на следующей неделе. То есть эти глобальные большие процессы, они происходят вокруг. Я езжу в резиденции, я нахожусь сейчас в Туринской резиденции, в Французской резиденции, под Руаном. То есть этот процесс активно идет, это параллельный процесс, большой уже, да, запуск полного метра. А это будет полный метр? Ну, это полный метр, это вся долгая подготовка, потом я пишу сценарий сама, поэтому это долгий процесс, работа над сценарием. Это будет арт-хаус или это будут звезды? Нет, я занимаюсь авторским кинематографом. Поэтому звезды, если и берутся, они берутся не то, что они звезды, а только если они вдруг к чем-то подходят. Но здесь, я не знаю, посмотрим, будет во Франции, там есть хорошие актеры во Франции. Посмотрим. Даша, спасибо вам большое. Спасибо вам. Дарья Белова принимала участие в нашей программе.